После революции 1917 года была впервые налажена эпидемиологическая служба в Гомеле. И бывшая земская больница, ныне известная в народе как Первосоветская, была превращена в так называемую заразную больницу. Правда, вскоре после того, как эпидемия была локализована, эпидемия ТИФа и гриппа испанки, которая тоже затронула немножко наш город, больница была возвращена к обычному режиму работы. Через два года была открыта детская инфекционная больница. В Гомеле также в начале 20-х годов была открыта одна из первых в Советском Союзе эпидемиологических станций. Ну а вот это здание появилось уже после войны. Сначала как Гомельская городская инфекционная больница, в последующем она была преобразована в Гомельскую областную инфекционную больницу. И через нее с теми или иными видами заболеваний прошли десятки тысяч наших земляков. В среднем 5000 человек в этой больнице лечилось. Больница была запроектирована на 200 коек. И наполняемость ее, я думаю, была далеко не самой высокой. Но в то время советские власти позволяли себе держать вот такие инфекционные больницы, даже при том, что они не были наполнены на всякий случай, потому что как бы еще живо была в памяти угроза эпидемии, да, и финансирование этого времени позволяло это делать. Продолжение следует...